В защиту семейных ценностей в храме великомученика Георгия осветили икону святой Ефросини Московской. Калужский иконописец Евгений Чистоусов создал ее специально для проекта «Святые семьи», который знакомит прихожан с примерами, когда к лику святых причислили нескольких представителей одной семьи. Так, в храме уже есть образа равноапостольной Ольги и ее внука, князя Владимира, икона Дмитрия Донского, а теперь и его жены, святой Ефросини. Икона написана в прошлом году на пожертвования прихожан. Все это время она хранилась в часовне на вокзале Калуга-1. Святые Ефросини Московской и Дмитрия Донской – пример благочестивой супружеской жизни. Дмитрий защищал отечество и семью от врагов. Его супруга молилась о победе и возвращении мужа живым, а также воспитывала его восьмерых детей. В будущем храм пополнится образами Кирилла и Марии Радонежских, а также Ярослава Мудрого и его жены Анны Новгородской. Им можно молиться, обоим, тем людям, у которых еще нет семьи, которые ищут супруга или супругу. Вот мы приглашаем всех стать прихожанами нашего храма, идти к этим иконам и помолиться этим святым о даровании супругов. Этим святым можно также молиться о даровании детей в браке. В канун Дня всех влюбленных, праздника, который православная церковь не одобряет, участники проекта решили дать освой ответ Дню Святого Валентина. Подготовлены листовки с признаниями в любви от лица детей, родители которых хотят решиться на аборт. Православие – это грех, который приравнивается к убийству. Мы на Валентинках написали, что любовь – это ответственность, призыв к тому, чтобы люди сохраняли детей. И телефон доверия, если вдруг человек, ну если вдруг женщина, в основном, да, соответственно, звонят на телефон доверия, женщина узнает, что у нее беременность незапланированная, что было хотя бы куда пойти позвонить. Лучшего главу семейства выбирают в регионе. В акции «Мой папа – самый лучший» участвуют представители из каждого района. Они должны проявить творческий, спортивный и педагогический таланты. Победителя, который получит звание «Суперпапа», определят на финальном областном этапе. Уже второй раз в конкурсе участвует глава семьи Митраковых из Бабынина. С ним познакомилась наш корреспондент Ольга Золотина. Сколько сегодня сможешь прыгнуть? 15 раз. 15 раз? Попробуй. Быстро-быстро. Физическая закалка пригодится в спортивных стартах в рамках семейного конкурса. Перевыполняя суточный план прыжков через скакалку, Алеша старается не ударить в грязь лицом перед персональным тренером – папой. Пятиминутная передышка и снова рекорды, уже совместные в отжиманиях. Ежедневная зарядка – важная составляющая воспитания в семье Митраковых. Не вдаваясь в тонкости теории педагогики, глава семьи за 10 лет отцовства усвоил главный ее принцип – личный пример. Академии заканчивают и не знают, как воспитывать детей. Советовался много, со всеми у всех спрашивал, что нужно сделать, чтобы воспитать ребенка. Ответа ни от кого не получил. Такого однозначного стараюсь по мере возможности уделять побольше времени. Время находится на детей и на домашние дела. Здесь заведено огонь семейного очага, поддерживает жена, а вот кладка на плечах супруга. Ремонт дома полностью делал Александр. В прошлогоднем районном конкурсе на лучшего папу он отличился в номинации «Золотые руки». А ведь до супружеской жизни такой домовитости не проявлял. Ну, когда выходила замуж, так не очень было видно это все. Ну, по стечению обстоятельств родились дети, получили квартиру. Тут уже никуда не отвертишься, все равно надо это все делать. И Сашкину способности просто я, наверное, не знала. Он хорош везде. А конкретно? Ну, на работе, дома, на отдыхе. Отдых для Митраковых связан в первую очередь с природой – рыбалкой, шашлыками. Зимой все больше хозяйничают в дворе. Где что находится у нас в машине? Это что? Аккумулятор. А что он делает у нас, аккумулятор? Ну, фары включают, электричество машине дают. Ну, правильно. Слаженный тандем проявляется даже в ремонтных работах. Отец и старший сын постараются отличиться и мы на конкурсе. Мама с младшим Степкой будут болеть. Придем на соревнования вместе с папой. Будем кричать. Митраков, вперед! Накал семейных страстей всколыхнет Бабынинский район накануне Дня защитника Отечества. Лучшего папы региона определят по итогам общеобластного конкурса. В мае. Ольга Золотина, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО ТВ, Бабынина. Жители Масальска отметили открытие Олимпийских игр на свежем воздухе. Местная администрация сделала горожанам сразу два подарка. На центральной площади установили плазменный экран, на котором ведется трансляция соревнований, а также залили небольшой каток. Олимпийским настроением прониклась Ирина Жавлева. Это было в хорошем смысле слова авантюрой, первой попыткой подобного столь массового и красочного действия, которым стала трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в центре Масальска. Очень хочется объявить людей в поддержку здорового образа жизни, в поддержку Олимпийского движения, да и в поддержку всей нашей России, в поддержку наших спортсменов и сделать праздник нашему населению, чтобы была возможность приобщиться ко всей большой стране. Огромный плазменный экран, мини-представления, каток, залитый напротив администрации, бесплатный чай в центре Масальска поздним вечером, много детворы, движения, музыки. Несмотря на массовость, все проходит интеллигентно, только трезвые, улыбающиеся лица. Мы захотели, чтобы наши дети были вместе с родителями сегодня на этой площади, рядом, почувствовали это замечательное событие, так же, как и на том стадионе, где сегодня зажгут огонь. Приобщиться к этому делу, пожелать нашим спортсменам, которые представляют Россию, победы, поддержать их нашим желанием, им победы, и чтобы наши дети с этого возраста маленького понимали, что это очень важно. Спорт, развитие спорта на территории нашей, чтобы они любили коньки, чтобы они любили лыжи, чтобы они были здоровыми, сильными и были патриотами нашей Родины. Свой олимпийский огонь в момент церемонии открытия игр зажигает и Масальск. Каток напротив городской администрации, по которому передают друг другу факел, появился спонтанно. В районе две ледяных площадки. Есть и крупная с бортами, это более камерная, в большей степени для малышей. Я болею за наших, и я хочу, чтобы они выиграли. Я тоже за наших болею, мне нравится их наша команда, и я думаю, что они выиграют обязательно. Каток, как вам? Ну, хорошенько, только чуть-чуть неравная поверхность, но это не бывает. Я думаю, что не только в нашем городе, но и в других городах также люди собрались, чтобы встретить открытие Олимпиады. Нам всем очень все нравится. Успехов в нашей команде. Мы обязательно победим. Россия будет первой, все золотые медали останутся у нас. Нереальное событие вообще для Масальска и такой большой экран. Мы очень рады, что попали. Надеюсь, что когда мой ребенок вырастет, он все-таки поучаствует в какой-нибудь Олимпиаде. Все отлично. Открыть Олимпиады. Переживаем за все. За Россию. По словам администрации, если плитка выдержит испытания, то третий каток в районе будут заливать каждую зиму. А пока в Масальске на весь период Олимпиады с 7 по 23 в режиме онлайн будут транслировать все главные события спорта. Ирина Журавлева, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКО ТВ, Масальск. Далее новости спорта. Их представит Александр Сорокин. Ему слово. Добрый вечер, Мария. Ну что ж, этот день наша Олимпийская сборная заканчивает на шестом месте. О других новостях уже через пару секунд. Прямо сейчас об успехах нашей сборной на 22-х зимних Олимпийских играх в Сочи. Золотым Олимпийским успехом наша страна обязана фигуристам, которые в командных соревнованиях поднялись на первую ступень пьедестала почета, опередив сборные Канады и США. Особенно хотелось бы выделить выступление Евгения Плющенко, который принес копилку России 10 очков, выиграв произвольную программу в мужском катании. И, конечно, невозможно не отметить выступление 15-летней Юлии Липницкой, которая произвела фурор. Серебро в копилку нашей страны принес самый старший член сборной команды России 42-летний Альберт Демченко. Для него это уже седьмые Олимпийские игры, в которых он принимает участие. В этот раз он уступил свое золото чемпиону Ванкувера Феликсу Лоху из Германии. Еще одним серебром коллекцию наград нашей страны пополнила Ольга Вилухина, которая достойно выступила в биатлоне в спринте на дистанции 7,5 километров. Бронзу в шорт-треке нашей стране принес сегодня Виктор Анн на дистанции 1500 метров. К слову, спортсмен мог бы стать и обладателем серебряной медали. Но от заветной награды его отделили всего несколько тысячных. Как итог, серебро достается спортсмену из Китая. Золото у канадцев. И, конечно же, нельзя упустить из виду бронзовое достижение конькобежки Ольги Граф, которая пробилась на пьедестал почета, несмотря на внушительную конкуренцию в лице олимпийских призеров и даже чемпионов. На дистанции 3000 метров ей удалось подняться на третью ступень пьедестала почета. На данный момент в Сочи находится министр спорта Калужской области Алексей Логинов, который поделился своими впечатлениями от пребывания в столице 22-х зимних олимпийских игр. А заодно прокомментировал, почему наша конькобежка-калужанка Анна Чернова не приняла участие в забеге на 3000 метров. Атмосфера очень позитивная, феноменальная даже, я так сказал. Все в Сочи как единый организм, сплошной позитив, все люди в положительных эмоциях. Кто на соревнованиях, кто в соревнованиях. Все только об олимпиаде. Ну, относительно открытия, то я его и вживую, как говорится, смотрел, и потом еще посмотрел повтор по телевидению. Конечно, большая очень разница. По телевидению, когда смотришь репортаж, есть некоторые вещи, которые не видишь, когда находишься там, внутри стадиона. Но вот ту обстановку, которая была на стадионе Фиш во время открытия, ее передать через телевидение было невозможно. Вот только то, что когда выходили команды государств островных, если бы обратили внимание, несколько команд было в шортах, южные вот эти команды по несколько человек. Как их встречал зал? Это надо было видеть. Это примерно вот по эмоциям сопоставимо, наверное, с российской командой. Когда вышла наша команда на стадион, все встали и приветствовали команду. Также на этом же уровне встречали островные команды. Хорошо, Алексей Юрьевич, расскажите, вчера был забег в конькобежном спорте на 3000 метров среди женщин. Вы не знаете, по какой причине Анна Чернова не выступала? Да, это уже, в принципе, было известно давно, что побежит Шихова. Она изначально и должна была бежать, поскольку она специализируется на полтора и третий метра. Но тренерский штаб поменял ее по каким-то причинам на нашу Анну. Она же была четвертая на чемпионате России. Ну, решили изначально, что Анна побежит. Потом штаб, исходя из каких-то тренерских задумок, все-таки решил выпустить Шихову. И, в принципе, ничего страшного в этом нету, потому что для Анны более приемлемая дистанция – это 5 километров. Ну что же, это все новости спорта на сегодня. Спасибо, Александр. Далее прогноз погоды. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok